В понедельник состоялось первое собрание кредиторов в Татфонбанке. О результатах его работы и о том, на что теперь могут рассчитывать кредиторы, мы поговорим в программе главной новости прямо сейчас. Оставайтесь с нами. Напоминаем нашим телезрителям, что для вас работают телефоны прямого эфира 511-99-66, а также 8 800 532-55. Вы можете позвонить и задать свой вопрос по теме нашей программы. Я вас познакомлю с гостями. Сегодня им стали Артур Сергеевич Николаев, первый заместитель председателя правления торгово-промышленной палаты Республики Тарстана. Артур Сергеевич, здравствуйте. Вместе с вами следим за всей историей Татфонбанка, начиная с тех самых событий того года. И Александра Сергеевна Юманова, председатель союза пострадавших клиентов Татфонбанка и Интихбанка, член комитета кредиторов ТФБ. Итак, Александра Сергеевна, добрый день. Вы, что называется, знаете ситуацию изнутри. Прежде чем поговорим, наверное, более детально о собрании кредиторов, о том, что происходило вчера, хотелось бы понять, на каком этапе сейчас находится данная история и как сейчас удовлетворяются требования. История находится на самом этапе становления, это только начало. Мы так понимаем, что вкладчики получили уже какую-то свою застрахованную часть? Застрахованную часть вкладчики получили. И дальше начинается возврат денег тем, кто не застрахован, и тем, кто не получил свои деньги, и кто копил выше застрахованной суммы, выше страховой суммы. А такие все-таки большинство, я так понимаю, и объем требований гораздо выше, чем та сумма, которая была выплачена. Конечно. Выплачено 54 миллиарда, а общий объем требований порядка 130 миллиардов, с учетом выплаченных 54. Поэтому сумма требований большая. Мы сейчас более детально расскажем телезрителям в сюжете о том, что происходило вчера, потом рассчитываем на ваши комментарии. Итак, внимание на экран. Регистрация вкладчиков рухнушего ТФБ, коих теперь следует называть кредиторами, началась в 9 часов утра. По данным Агентства по страхованию вкладов, речь идет о 16 тысячах кредиторов. В час дня на площадке баскет-холла началась процедура голосования за состав комитета кредиторов, что будет следить за тем, как распродаются активы банка-банкрота, и распределяются деньги между его клиентами. АСБ предложило включить в комитет пятерых. Тут и начались споры. Я думаю, сформировался комитет из 11 человек, но что более отклонно? Права, где тоже. По схеме АСБ, 4 места из 5 будет отдано именно представителям самого агентства в лице Федеральной налоговой службы, Центробанка и банков-партнеров. У них 84,5% всех долгов. Так что простые вкладчики и бизнес-сообщество могло рассчитывать лишь на одно место в комитете. Именно за этот вариант и проголосовало большинство. Надо понимать, что даже этот монетарный кредитор повлиять на решение комитета кредиторов не может, но будет иметь большой доступ, ну, открытый доступ ко всей информации, может самостоятельно, уже как член комитета кредиторов, оспаривать те или иные решения в арбитражном суде, оспаривать сделки самостоятельно и, грубо говоря, быть заинтересованным в том, чтобы максимально быстро вернуть денежные средства кредиторов в первую очередь, и, чтобы что-то, дай бог, получилось вернуть для кредиторов третью очередь. 523 миллиардов рублей – таков размер долговых претензий со стороны кредиторов. По данным конкурсного управляющего, балансовая стоимость активов Татфунбанка на 1 июля составила 214 миллиардов рублей. Это и векселя, и ценные бумаги, и денежные средства, и кредиты которых ТФБ выдал на 114 миллиардов рублей. Частоту 53 сделок на общую сумму 13 миллиардов рублей теперь оспаривают в арбитражном суде. Имущество за исключением суммы амортизации – 1 миллиард 216 миллионов 864 тысяч, в том числе 25 объектов в Индрижинске, 18 земельных участков, балансовая стоимостью 43 миллиона 542 тысяч, 84 автомобиля, общая балансовая стоимостью 58 миллионов 928 тысяч рублей. С 1 апреля по сегодняшний день на счета банка поступило всего 4,5 миллиардов рублей. Первые выплаты кредиторам начнутся в конце сентября. Смогут ли целиком вернуть вкладчики свои деньги – это еще большой вопрос. Во многом будет зависеть от ликвидности активов ТФБ – эффективной и непревзятой работы конкурсного управляющего. По данным АСВ, клиентам рухнувших банков в среднем удается вернуть 11% своих вложений. Елена Горбунчикова, Андрей Габсадаров, Телеканал Эфир. Итак, у нас уже есть первый дозвонившийся телезритель, я предлагаю ответить на его вопрос, после чего прокомментируем сюжет. Итак, говорите, вы в прямом эфире. Добрый день. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем. Подскажите, пожалуйста, я вот являюсь добросовестным заемщиком многих банков, и получилось так, что я взяла кредит в ТАК Фонбанке. И с декабря месяца уже оплачивала, погашала свой кредит, но деньги, соответственно, не доходили, они зависали. Ну и теперь я вот в неведении, куда платить, как быть, что делать, как быть в общем, куда мне платить, как мне погашать этот долг. Спасибо большое. Это достаточно нередкий случай того, что происходило, поэтому ваши комментарии, как быть в заемщику. Ответ простой. Вам нужно пойти на Чернышевского 43-2, там оказывают консультацию, там висит объявление, где вы можете оплатить кредит, и кредит обязательно надо гасить, потому что на него будут штрафы и пене. Я думаю, в черный счет лет. Ну и можно испортить еще свою кредитную историю, что немаловажно для многих, поэтому платить обязательно надо, и платить надо вовремя. Даже при ликвидации банка все равно требования не остаются. Итак, о том, что происходило в понедельник на первом заседании, в целом хотелось бы услышать вашу оценку происходившего. Происходило все хорошо. Я думаю, что это заслуженная однозначно победа всех кредиторов, миноритарных, физических и юридических лиц. Мы заслужили, мы работали над этой победой, мы шли к ней. Это наша победа, мы не скрываем это, мы гордимся этим, и мы довольны, это то, чего мы заслужили. Будем работать дальше. Был сформирован некий комитет, куда вошло 5 человек, вы настаивали на том, что было 11. Почему вы выбрали именно такое количество, и почему так важно было именно 11? Не столько было важно 11, и мы понимаем, что мы бы не получили 11, потому что АСВ и ФНС, они преобладающие число голосов имеют, они бы никогда не проголосовали за такое количество. Но согласитесь, чем больше заинтересованных лиц представлено в комитете кредиторов, тем лучше для всех. А если там представлены АСВ и налоговые, которые имеют больше половины, сложно говорить, что комитет будет работать в пользу всех кредиторов. А какие в целом задачи будет решать комитет? Мы бы хотели понять, какие функции перед ним стоят. У комитета кредиторов функции, вот то, что произошло вчера на первом собрании кредиторов, это все кредиторы ТАТФонбанка передали полномочия свои, комитету кредиторов. И то есть сейчас я и ТАТНЕФС, представители, которые вошли, и налоговые, они представляют интересы кредиторов. Вот просто собирать такое собрание по каждому поводу, это нереально. Теперь работает комитет кредиторов. У комитета кредиторов есть ряд полномочий, они могут писать запрос конкурсному управляющему, ставить на повестку дня вопросы. И если большинством проголосует, то конкурсный управляющий будет обязан предоставлять документы. Но это все прописано в законе о банкротстве. Это преимущество, это дает доступ к документам, если комитет кредиторов будет работать как-то в одном направлении. Артур Сергеевич, вы тоже присутствовали там. Хотелось бы теперь услышать вашу версию того, что происходило в баскет-холле. Ну, я с Александром соглашусь, потому что и для меня было несколько неожиданно, вот состав окончательных кредиторов, комитет по кредиторов, потому что были разные конфигурации, и возможности, скажем, у государственных органов были довольно-таки серьезные. И то, что в итоге появился такой вот комитет, состоящий из тех вот пяти человек, то это довольно-таки, ну, я считаю, прогрессом на самом деле. То есть теперь и общественность может больше следить и наблюдать, как происходит, что там дальнейшая ситуация развивается с Татфомбанком. И как раз для тех, кто имеет какие-то небольшие свои доли, как раз появляется возможность, что их права будут защищены, в том числе, как раз через комитет кредиторов. Как тогда происходит сейчас взаимодействие АСВ и комитета кредиторов? Вчера состоялось первое заседание, оно фактически формальное, там секретаря избирают председателя, была смета расходов представлена на изучение, но по ходатайству ФНС обсуждение сметы отложили, это у них стандартный регламент. И пока вот только было такое первое заседание, но это было только вчера, в 8, полдевятого вечера оно закончилось. Но в СМИ и в публикациях, в некоторых комментариях, промелькнули такие мысли, что АСВ теперь как бы открещиваются от этой ситуации, то есть они какое-то свое обязательство выполнили, вклады застрахованные они выплатили, и что дальше, им эта история менее интересна. Ну, для начала им нужно вернуть государство 54 миллиарда рублей, которые они выплатили вкладчикам, а в свою очередь они взяли эти 54 миллиарда в кредит у Центробанка. Им надо возвращаться, по крайней мере в этом, и в возврате кредиторам в первую очередь, вот превышенцам, они заинтересованы, потому что эти деньги надо вернуть свои и их, они наравне в первую очередь стоят. Ну, АСВ по закону формально, это та организация, которая должна провести процедуру банкротства банка и вернуть людям деньги. Конечно, они заинтересованы выполнить свою работу добросовестно, и надеюсь, они так и будут делать. Посмотрим. Не надо забывать, что у АСВ уже накоплен определенный опыт по работе в таких ситуациях, и я думаю, как раз этим опытом в том числе можно воспользоваться, я имею в виду хорошими, положительными наработками. Соответственно, вот поэтому АСВ, тут нельзя говорить, что они ушли в сторону или куда-то там исчезли, то есть они работают вместе с нами. Ну, в целом, объем требований к Татфонбанку достаточно большой, и те суммы, которые говорились у нас в сюжете, возможности у Татфонбанка как будто бы и нет их выплатить. Как будет в данном случае тогда решаться ситуация? Ну, там на самом деле, вот в сюжете прозвучало 523 миллиарда предъявлено требований, ну, там сразу около 300 миллиардов отклонили, потому что некоторые одиозные личности подали миллиарды, сотни миллиардных требований, их отклонили. То есть это несуществующие требования? Это несуществующие, это так, шутка была такая. На самом деле, вот конкурсный управляющий зачитал вчера, 90 там с лишним автомобилей, там 50 миллионов, земля, 18 участков, 40 миллионов. Это очень мало, недвижимости мало в Татфонбанке, небольшое количество объектов, денег там осталось 5 миллиардов живых, и на курсчете там еще миллиард, пока не очень много. Но хватит ли денег до третьей очереди тех, кто будет в ожидании платежей? Этого не знает никто. У нас есть еще один телефонный звонок, давайте мы на него ответим, после чего продолжим обсуждение. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте, я из города Чистополя звоню. Вот смотрите, у меня на зарплатной карточке Татфонбанка остались деньги, но я их снять не могу. Вот сказали, что пока не будет погашен кредит, эти деньги мне и выдадут. Вот как с этим обстоят сейчас ситуации? Все верно. Спасибо большое, да. Все верно. То есть вам нужно на ту сумму, которая у вас осталась на карточке, подать требования в реестр кредиторов, и пока вы не погасите полностью свой кредит, вы деньги не получите. Такой закон. Хотелось бы понять дальнейшее развитие событий. Вы все-таки являетесь председателем союза пострадавших клиентов, Татфонбанка и Интехбанка. Какие настроения в целом царят? Сейчас там и с оптимизмом ли смотрите на данную ситуацию? Смотрим с оптимизмом, конечно. То есть мы будем работать дальше, как мы декларировали всегда, и сказала я это вчера. Это наша задача публично, максимально публично провести процедуру банкротства. Ну, не провести, принять участие, помочь. И если нужно будет оспаривать какие-то действия, у нас есть все инструменты, нам даны законом. Будем работать. Артур Сергеевич, все-таки отвечая на предыдущий вопрос, который я задавал относительно большого объема требований и не такой большой балансовой стоимости активов, которые сейчас есть, как быть, где теперь искать эти средства? Ну, Александр права, действительно, пока подсчет еще осуществляется, и окончательной цифры нет, ни до конца предъявленных даже требований нет. И в то же время, значит, сейчас происходит инвентаризация, назовем так, тех возможностей, которые все-таки в Татфонбанке есть. И, соответственно, вот сумму где-то можно будет понять, ну, я думаю, где-то в середине, или в начале августа, не раньше, по крайней мере. Хоть что-то понять приближенное. Если я ошибаюсь, инвентаризация уже буквально должна была закончиться, и есть какая-то предварительная оценка? Нет, инвентаризация, да, то есть инвентаризация закончилась, отчет уже на сайте АЭСЭБУ, но все имущество, оно должно реализовываться, вот Артур Сергеевич правильно сказал, то есть все должно продаться, и только после этого деньги вернутся в конкурсную массу. Как оно будет продаваться, по какой цене, как будут формироваться лоты, это задача конкурсного управляющего комитета кредиторов, это тоже большая объемная работа, и от этого зависит, как и сколько денег вернется в конкурсную массу. Какие-то сроки сможете описать, когда это будет известно? Когда начнутся первые выплаты? Ну, конкурс направляющий вчера сказал, в середине сентября начнутся первые выплаты, но это надо понимать, что это из тех денег, которые есть живые, а оценки имущества еще нет, реализация еще не началась, и скорее всего это будет только в следующем году. Вот живые деньги, которые сейчас есть, их распределят, а вот вся остальная работа еще не началась. Вот даже из Чистополя звонили люди, или те, кто брал кредит. Вот из этих как раз денег, в том числе, и формируется живая масса, которая потом будет перераспределена. То есть сейчас будут активно работать с теми, кто брал кредиты, и эти суммы уже будут уходить на выплату требований? В том числе, потому что есть ждущие, которые все-таки ждут разрешения какой-то ситуации с банком, есть не то, что недобросовестные, а просто вот не понимающие до конца этой ситуации, не понимающие, куда заплатить, что есть и крупные кредиты, и крупные предприятия готовы заплатить на самом деле. Многие платят, но кто-то еще и не платит. Тут вот отсюда будет тоже формироваться определенная масса. Хотелось бы понять, как обстояло дело с заседанием кредиторов по Интехбанку, потому что там тоже происходила смежная подобная процедура. Как там сейчас, на каком этапе находится ситуация? Там все было примерно то же самое. То есть от союза пострадавших выдвинул Руслан Атитов, и Руслан прошел успешно в комитет кредиторов. Там немножко по-другому сформировался комитет кредиторов. Там три представителя государства, это и ФНС, АСВ и Центробанк, и один член, четвертый, это Руслан Атитов, и пятый, это Республиканский фонд поддержки, вот вновь созданный. Там немножко другой расклад сил. Также у них состоялось первое заседание сразу же, но это было в пятницу, буквально только вчера, и мы из одного события перешли в другое. Почему так важно было именно кого-то из пострадавших поставить в этот комитет, чтобы он там был? Потому что, по сути, какого-то административного ресурса у него нет, какой-то массы он такой не обладает, серьезный, и поэтому для чего это нужно было? У него есть большой ресурс, то, что он может публично выносить все, что происходит в комитете, выносить на публику. Это самое важное. То есть больше для освещения событий того, что происходит вокруг? Нет, конечно, и непосредственное участие принимать, и полномочия у него есть. Правда, там голосуют большинством голосов, из пяти один голос, это, конечно, мало, и решающего решения он принять не сможет. Но, тем не менее. Ну, в первую очередь, наверное, информированность. То есть становятся те, кто заинтересованы, они становятся более заинтересованы. У них появляется возможность получать информацию практически от первых лиц буквально. И высшее доверие самих пострадавших. Конечно. У нас есть голосование в нашей группе ВКонтакте, медиаканал ФИР24. Спрашивали мы сегодня, как вы оцениваете работу по возвращению кредитов кредиторам Татфонбанка и их средств. Есть три варианта. Удовлетворительно. Делается многое для возвращения утраченных денег. Отрицательно. Это популярный сейчас ответ. Слишком много запутанных схем и пересечения интересов, и другое. Вот сейчас 79,2% проголосовали отрицательно. Не так много проголосовавших, но результат, тем не менее, налицо. Как вы все-таки сейчас оцениваете данную работу? Мне кажется, спасибо, Артур Сергеевич. Но это преждевременный вопрос, потому что АСВ действительно по-честному. Они только зашли, и у них не было до того, как сформирован комитет кредиторов, у них не было полномочий возвращать кому-либо какие-то деньги. А вопрос здесь по возврату. А вообще оценивая работу агентства по страхованию вкладов, и мы вчера на первом собрании это сказали, что многие не получили уведомления о вступлении в реестр кредиторов. Это важный документ. Есть некоторые недоработки, и мне кажется, АСВ могло бы... Но тут в целом вопрос не про АСВ, а про то, как возвращаются средства в данном случае. Еще возврата не было. Не надо забывать, что, в принципе, есть возможность включать, скажем так, историю и возвращаться на три года назад. То есть можно рассматривать те договора, которые были сделаны и два года назад, и полтора года назад, и три даже года назад. То есть если возникает какое-то ощущение, что там что-то было сделано неправомощно. То есть вот эта работа, вот она самая сложная и самая тяжелая, она еще впереди. Есть достаточно много уже различных структур, которые сформированы вокруг этой ситуации. В частности, допустим, Республиканский фонд помощи. Какие надежды, в принципе, возлагаются на какую структуру? Или сейчас всем будет заведомить только комитет? Ну, комитет это одно, а Республиканский фонд поддержки это совсем другое. Я понимаю, что мы как раз говорим о том, что сейчас для зрителей достаточно много, в данном случае, действующих лиц появилось. И кто сейчас все-таки будет у нас, что называется, рулить данной ситуацией? Разные направления просто надо рассматривать. То есть та ситуация, которая в самом банке, внутри банка, то, соответственно, вот как раз и вчерашние события показали, кто там может как раз участвовать. А то, что был создан фонд по решению президента, и как он обещал, и этот фонд тоже будет работать. То есть это будут параллельные структуры, потому что фонд, на самом деле, он не сможет довольно-таки быстро вернуть какие-то средства. То есть это инвестиционная программа, то есть это определенные со стороны государства вложения, и определенная поддержка, но это длительный период носит. То есть возврат там денег будет довольно-таки, ну, потребует определенного времени. На этом эфирное время. Наша программа подошла к концу. Спасибо большое за участие в ней. Будем следить за развитием событий вместе с вами дальше. Спасибо. На этом мы попрощаемся с телезрителем. Это была программа главной новости. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»